дорогие друзья здравствуйте в прошлый раз в ролике я рассказал вам о том как можно построить день для того чтобы не так давить на нервную систему на мозг на сердце для того чтобы индивидуальной силой воли гармонии чувством красоты и эстетики научиться жить в своем пространстве и каждый раз я просил и прошу вместо какой-то очередной статьи про ужас сегодняшний уже завтрашний ужас послезавтрашний ужас посвятить день какой-нибудь музыки какой-нибудь сказки какой-нибудь шутки какому-нибудь удивительному фильму знаете у шведов есть любимая фраза мне она очень нравится звучит она так они все друг другу это говорят постоянно думай позитивно что это значит но все очень просто шведы утверждают что если вокруг вас есть 10 негативов один страшнее другого и 11 позитив что-то очень радостное то нужно вот просто как леденец как конфетку обсасывать этот позитив думать о нем и радоваться говорить боже какое чудо как я счастлив как это радостно и 10 негативов вы с ними ничего не можете сделать поэтому они говорят думай позитивно думай о том что прекрасно о том что тебе поможет но сейчас я вам подарю несколько удивительных моментов бедный золотой петушок пушкина александра сергеевича и бедный золотой петушок николай андреевича римского корсского так который осмелился написать оперу по сказке александра сергеевича пушкина когда пушкин в 1834 году написал своего золотого петушка цензура не могла его не пропустить вообще не могла но вокруг пушкина с этого момента воцарилась гнетущая тишина пушкин даже написал цензура не пропустила следующие стихи в сказке моя золотом петушке царствую лежа на боку и не пропустили сказка ложь давний намек добрым молодцам урок и так в 1834 году пушкин пишет золотого петушка в 35 36 вокруг него тишина кстати о золотом петушке не написал ни один критик а зимой 37 года пушкина не стало и я думаю что одна из причин этого то что после золотого петушка над пушкиным воцарилась гробовая тишина словно его не было в это время пушкин искал другие формы русской славянской поэзии он уже нашел их песнях западных славян сказки о рыбаке и рыбке он такое вытворил он нашел чисто славянский способ стихосложения но смерть прервала его эти удивительные эксперименты но у истории нет сослагательного наклонения поэтому я не могу сказать что было бы дальше критика этого конечно же не поняла потому что они уже после золотого петушка ничего не хотели слышать ведь он вывел в образе царя додона никого иного как николая первого это же всем понятно а за что пушкин так рассердился на николая тоже понятно пушкин по тем временам уже совсем не юноша не мальчик он женатый человек у него дети рождаются на и вдруг царь дает ему титул камер юнкера то есть если правильно и точно перевести это старинные титулы при всех царях и королях это комнатный мальчик вы можете себе представить какая роль у комнатного мальчика пушкин не должен был находиться в спальне императора не должен был подавать ему ночной горшок нет но сама по себе должность камер юнкер это самая низшая дворцовая должность при дворе но одно преимущество пушкин теперь имел право посещать даже закрытые баллы где был царь и самые приближенные то есть самая 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 элита российского общества раньше пушкин не мог потому что у него титул это никакого нормального нет а почему так сделал николай ну потому что ему захотелось чтобы пушкин приходил вместе с наталья николаевна в которую царь был влюблен на балы и пушкин это тоже понимал что даже этот ничтожный низкий чин и титул камер юнкер двора его императорского величества был дан пушкину не за особые заслуги а за то что у него жена красавица и царь положил на нее глаз пушкин обязан был появляться на всех балах и обязательно женой вот какой хитрый ход пушкину было очень тяжело и вот золотой петушок эта попытка вот хоть как-то минует цензуру показать это чудовище этого царя дадона когда мы читаем эту сказку мы очень хорошо понимаем вот это царство лежа на боку и эта сказка ложь давнин намек добрым молодцам урок да и много-много всего насколько пушкин шел по острие ножа прошли годы и вы знаете николай андрей черепский корсаков профессор петербургской консерватории уже выдающийся композитор автор 16 опер признанные приняты во всем мире он пишет золотой петушок оперу и опять та же история вы знаете что римский корсаков умер значительной степени из-за того что он за два года после написания оперы прошел через все тяжкие через все ужасы он находясь в таком призрачном мире мире петербургской консерватории мира выдающихся музыкантов вокруг него там же русская интеллигенция гении были вокруг и он занимался музыкой студентами консерватории гармонии написал учебники он ездил по разным странам он был дышал воздухом свободы он был счастлив и свободен и вдруг когда он написал эту оперу а это по сути такая вот опера страшноватая потому что он уже третью оперу написал но в третье вот в этой золотом петушке уже все открыто сначала написал кощей бессмертного и русское общество поняла кто кощей бессмертный а когда он написал сказку о царе салтане оперу опять же по пушкину там такой глупый царь салтан да вокруг него все плетут интриги такое вытворяет а он ничего не понимает такой дурачок ванушка дурачок но если бы еще иванушка то он же оказывается мудрый в сказке а тут ну дуб дубом ничего не понимает пока ему нефтемяшек башку пока жизнь не заставит думать и вы знаете это тоже было воспринято настороженно конечно сказка царе салтане сказка пушкина белка песенки поет и орешки все грызет и 33 богатыря да и чего только там нет и царевна лебедь за всем этим можно было не заметить то что царь дурак но когда римский корсаков пишет третью оперу где царь уже окончательно дурак а какой я вам сейчас покажу шамаханская царица красавица кстати чтобы спеть эту шамаханскую царицу певица должна быть от бога потому что римский корсаков написал и такой восток такой изыск такие узоры в голосе там же никаких двух-трех звуков простых нет там все время все вьется живет дышит а рядом с ней такой дубоватый царь додон ну вот шамаханская царица которую должен признаться в любви она ждет от него признание в любви и и и и и и и вот что поет царь додон на этом он собирался свое любовное признание закончить что дальше мало вот чего я не слыхала но шамаханская царица совсем уже недовольна да что это за арея такая а как стану забывать ты напомнишь мне опять и и вот когда царь на руси пропел на мотив чижика-пыжика любовное признание это переполнило чашу всех цензоров опера была запрещена к постановке римский корсаков впервые как бы оглянувшись почувствовал что происходит вот сам воздух почувствовал этого ужаса этого бреда недавно была революция 1905 года столько событий было ходынская несколько лет до этого сколько людей затоптали да столпотворение и так далее римский корсаков как бы жил в своем призрачном мире мире музыки мире искусства мире культуры и вдруг он как бы очнулся как бы проснулся и ушел умер в 60 лет совсем рано абсолютно не имея признаков таких которые должны были бы вести к смерти но я имею полное право прочитав внимательно всю переписку все письма все запреты все неразрешения сказать что римский корсаков его свободолюбивое сердце оно не выдержало этого он никак не мог поверить что царь дадон может быть запрещенным персонажем я бы закончил на тех временах но вынужден вам сказать в 2012 году начались проблемы с оперой золотой петушок в большом театре вторая постановка 2015 но целая группа людей писали бумаги с просьбой запретить золотого петушка ну и потом опять за это время царь перестал быть кровавым он стал святым и теперь опять нельзя потому что вот тогда во времена римского корсака он был посланцем бога на земле и теперь он опять посланник бога так как мы его воспринимаем святой и опять нельзя и опять усматривают в этом дадоне буду ведь тебя любить постараюсь не забыть опять усматривают в дадоне страшную пародию на царя батюшку трудно в это поверить но это так но вы знаете что вот я говорил только о позитиве а сейчас вот коснулся этого негатива оперы пошли времена не те и первое 12-го года постановка и 15-го они есть в ютюбе посмотрите это вообще уникальная музыка предсмертная последняя музыка римского корсакова какая потрясающая партия у шамаханской царицы вообще весь восток собрался вообще все суфисты вся мудрость весь амар хаям весь великий орнамент древнейший вообще потрясающие мелодические узоры как иранская миниатюра это просто чудо наслаждайтесь удивляйтесь радуйтесь вот я специально заставил вас сейчас думать о совершенно другом пусть даже не все всегда позитивно потому что там тоже свои проблемы но они кажутся смешными и вот уйдите в другие вопросы попробуйте почувствовать этот мир дыхание красоты свободы любви сатиры пародии нужно научиться через искусство дышать полной грудью в полную силу я призываю вас к этому я обнимаю вас музыкой вместе с шамаханской царицей вы 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 Продолжение следует...